всем привет кто выходит в эфир салют да последнее время я чё-то 8 часов то не выхожу эфир до свое традиционное ну чёрт так получается не каждый день но зато вот сейчас в эфире друзья давайте обсудим такую тему кто что читает кто читает какие книги кстати если хотите можете задавать вопросы на темы которые обсуждаются обычно 8 часовом эфире то есть по проекту корректура то есть по коррекции фигуры потому как подсушиться по диетике по всем прочим что за машина nissan x-trail если про то на чем я еду мистер x также по боевым искусствам можем обсудить тему ммэй кстати вчера разговаривал с главным тренером сборной россии по нудам эй геннадий павловичем копшаем классно получился разговорчик но по телефону беседовали вот нововведение намечаются серьезные будет предложение потому что будет организован судейный медицинский корпус для того чтобы было хорошее сопровождение врачебное у российской сборной команды и вообще на всех на крупных соревнований соревнованиях машина хорошие мне нравится было у меня это у меня сейчас скажу какая по счету машина дать посчитаем значит сначала у меня была волга 31 10 потом была восьмерка потом пятнашка в далеком детстве может быть практически потом mitsubishi lancer и причем одновременно с этим мы chevrolet niva появилась еще вот потом значит одновременно появилась subaru forester два с половиной литра turbo нам за 200 273 лошади по моему да и одновременно с этим же еще дополнительные машины кио пиканта вот а потом вот сразу и опять две машины поменяли мы тогда значит купили новый я купил nissan x-trail и nissan juke вот так вот так что я не хочу сказать что из всех своих машин которые у меня были я этой доволен больше всех даже не ей а им он мистер x потому что subaru конечно это было реактивный самолет вообще конечно это пипец но для путешествий малопригодная тачка тачка погонять вообще прям пуля и все ну и конечно проходимость была высокая однозначно вот но там хватало полного бака максимум на 280 километров максимум как это по трассе здесь я по трассе хватает на 700 километров я по европе ездил офигенно вообще на 700 километров хватает то есть если не на полном приводе ехать а на переднем только до 700 километров вот у меня двухлитрового а по поводу погонять все прошло то время когда было желание погонять потому что уже не погоняешь кругом а те радары и все такое прочее в общем короче ведь бестолковое дело да и уже возраст другой так у меня раф-4 но комплектация раф-4 но комплектация тот который без колеса сзади хорошая ты видишь одноклассники машин я все время рассматривал всегда хотел когда уже subaru приобретал да я кроссоверы все рассматривал и конечно subaru то была покупка так эмоциональная рассматривал я между несколькими машинами это honda cr-v сели сервина как по-другому называют это тойота раф-4 это suzuki grand vitara это как раз nissan x-trail subaru forester вот среди них я и рассматривал а спасибо с повышением да на что поздравлять спасибо у меня тут вообще прям все одномоментно совпало и семинар и сдача на разряд и чемпионат россии на который который я кстати выиграл стал чемпионом россии пока то чемпионом россии по карате фудукан в разделе ката вот и тут же еще и начали тема по семинару ммэй хороший был классный семинар на котором вел геннадий павлович капшает главный тренер сборной россии по ммэй только-только привез команду назад чемпионата мира где во всех семи весовых категориях наши парни взяли золото вот так вот круто вот этот тренер нам по футболу такого тренера так я всем сам футбол на самом деле я не нот интересуюсь а вот то что у нас сборную нот ммэй тренирует такой человек это вообще замечательно так вот на этом семинаре я не только слушателем был я еще был и садокладчиком вот так круто короче говоря да по поводу данных вот кстати разговаривал тут со мной один человек по поводу данных сильно возмущался и не безосновательно на такую тему то есть когда в каких-то случаях исключительных или не исключительных но некоторым людям присуждаются какие-то заслуженные данные там или почетные потому что это сильно дискредитирует тему когда человек который нифига не занимается предположим какие карате пускай даже другими видами спорта занимается прямо реально есть вообще качество безобразие когда вручают какой-то почетный дан черный пояс там да ну пускай даже первый там пускай 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 даже так человеку который вообще далек от этого какому-то функционеру из администрации там чиновник это просто капси детская вот это вот дискредитирует все это безобразие когда есть люди у которых есть высокий мастерский разряд по сути но он ничего не значит вот другой вопрос вот в чем как эти данные присуждаются во-первых все-таки могут дать его это почетные то есть создать просто видимость того что ему это присуждено то есть ему дается эффективный диплом и вручается бутафорский ну конечно не бутафорский точно такой же как обычный черный пояс все человек доволен делать фотография там с грандмастером как он вручает и все так и прочее но ни в одни реестры это не вносится то есть нету ни сертификата нету не буду паспорта нет отметок нигде что этого человека есть данный разряд все понимают что это почетно да ему не надо он бравировать и нигде какие-то федерациях этим не собирается и тогда все получается нормально а вот когда такие данные присуждаются с занесением что называется в трудовую книжку вот это уже не делаешь тем более когда присуждают не первый дан а какой-нибудь там шестой седьмой восьмой в тех видах спорта человек полный профан но на этом я знаю что есть у путина какой-то дан покек шинкой с какого перепугу то вообще нахер у него сандан покек шину вот это мне вообще не понятно нам близко не стоял ну ладно он сюда из когда-то был но неплохой ну и сейчас в том числе это тренируется молодец ну так жюдо ребят какое это имеет отношение у каратэ никакого тупина чета был десятый дан по каратэ есть у нас еще это генералы почетные там разные ну которых которые могли бы наверно поиметь высокие разряды и высокие данные могли бы иметь но у них разряды незаслуженные вот скажу может так нелицеприятно для меня в том числе ситуации вот предположим у сергея бадюка почетные данные по каратэ высокие там и разряды почетный канчо там и все такое прочее но он хотя бы ну не то что хотя бы на чем молодец он не скрывает что у него эти данные почетные вот это вот очень здорово что он абсолютно в этом плане честный человек и и не кичится вот этими вещами да есть такая но туда сказать эпизод в жизни что у него такой разряд имеется ну все и он и везде не ну то отрицает по крайней мере не кричит об этом но и не допровергает то что у него это почетно очень молодец но есть же полным полно народу которые получают действительно выйти вот данные это почетно ну и вот это возмущаются по этому поводу а как же вот ну как же так это же все фигня там до тогда тогда зачем они вообще нужны я почему говорю что нужно понимать как они присуждаются кем они присуждаются всегда бывают отступления никакой никаких супер принципов в общем-то наверно не бывает в этой жизни всегда бывают какие-то натотскоки в сторону и поэтому может быть в плане политики какой-то иногда вынужден какой-то мастер там присудить какому-то там человеку какой-то почетный заслуженный разряд и ладно если этот человек действительно а много сделал для этого направления прямо это конкретно должен уже сами тренируется давно но вырастил хренову тучу там и народу возглавляет какую-то там федерацию ему этот дам нужен как как регалии погоны тут люди тоже понимают что к чему и по крайней мере его заслуги в данном направлении в развитии данного вида спорта есть другой вопрос когда присуждается тому кто не имеет отношения к этому вообще никакого для того чтобы типа жопу лизнули вот это конечно совершенно не тело абсолютно ну и опять же со что присуждать там высокий разряд какой-то мастерски там 5 6 7 8 там да да или дать такой 8 бутафорский черный пояс есть разница есть поэтому у меня лично категоричного и однонаправленного мнения по этому поводу нет конечно я считаю что лучше всего было бы не присуждать никаких почетных вообще поясов никому и никогда никому и никогда лучше всего но критиковать тех ну патриархов которые такие самки разряды присуждают я в общем-то не могу потому что каждый мнит себя стратегом видя бой со стороны нам не всегда понятны те мотивы которыми руководствуются другие люди но учитывая то что у этих людей есть возможности и права самки присуждать самки разряды эти в тех направлениях где они являются над экспертами то надо понимать то что они тоже не дураки чтобы дискредитировать свое направление имея федерации огромную группу высокоразрядных чайников правильно правильно ну поэтому значит собственно говоря им видней что она то нет делают другой вопрос что часто бывает обидно и с другим кто к этим разрядам идет заслуженно да то есть работает над ними сдает найти данные там экзамены готовится действительно претерпевает иногда какие-то лишения связанные с тем что нужно выделять на подготовку время у взрослого человека времени меньше и меньше предположим вот меня учитывая тот факт что я не являюсь никаким функционером ни в одной федерации и там по карате и не являюсь самки тренером по карате вот представляете насколько мне сложно в некотором самом деле плане получить высокий разряд было там да то есть сдать на 4 на 5 дан потому что я иду ну как индивидуальщик да то есть у меня нету поддержки за спиной федерации я не являюсь не представителем номенклатуры не являюсь не тренером не вывожу никакие команды на соревнования не вхожу в судейский корпус ничего и вообще появляюсь на соревнованиях крайне редко то есть меня фактически нет и вот я появляюсь бам давай сдавать на разряд на высоте и конечно бы я бы этого даже бы на не попытался сделать если бы на это не сподвигли меня мои значит ученики которых я вырастил в свое время которые уже имеют разряды выше чем чем у меня вот то есть они подтолкнули на этот шаг но представляете насколько это сложно то есть учитывая тот факт что я занимаюсь ммэй сам подготовиться к аттестации и к соревнованиям в ката не в кумите в ката знаете поэтому это еще больше заслуга считаю пока то есть соревнованиям по каратэ эти человеку который практикует хреновую тучу лет уже бокс и ммэй контактные виды это кикбоксинг тайский бокс не ну конечно просто у меня всегда каратэ был но на соревнованиях я уже не выступал немедленное количество лет и в спаррингах на соревнованиях тоже то есть в в кумите по правилам смоги каратэ не выступал очень много лет лет 15 нужно точно вот как мне было подготовиться к соревнованиям пока то собственно говоря и к аттестации реальные что в прошлом году на 4 дан что в этом году на 5 прикидывайте на это сколько времени нужно найти на другую работу то есть опорвать свой типичный график и развести вот такую-то подготовку чтобы достойно выступить на соревнованиях не просто выступить выйти а стать еще и чемпионом россии придающихся вот вы считаете что подтвердил свою степень мастера спорта который есть вот связи с этим я считаю что обязательно обязательно нужно наряду с системой данных которые есть обязательно нужно участвовать в соревнованиях и еще проходить всю эту систему саморазрядности а через сам горнило соревнований вот тогда вообще это будет шикарно не будет никаких вообще-то вопрос система данных больше она дает к системе внутренней такой номенклатурной регальной шкале на конечно будет показывать что человек прошел определенные значит этапы подготовки определенное количество лет занимался и заслужил тем или иным способом чтобы в данном направлении иметь вот такую ну градацию как бы да но если еще хочется иметь дополнительные подтверждения значит уровня мастерства своего то еще неплохо иметь и соревновательные разряды спортивные если предположим человек имеет шестой там или седьмой дан и не является даже перворазрядником то это говорит о том скорее всего что это номенклатурщик то есть у него это такие типа четные и по нечетные пояса но если придачу ко всему он еще является мастером спорта кандидата мастера спорта это говорит о том что его регалии вот внешне и эти погоны соответствуют еще и его кондициям которые ну были когда-то или есть на самом деле сейчас вот это действительно показатель то есть вот это вот совокупность двух факторов очень четко показывает что человек из себя реально представляет то есть если у него есть и спортивные и сморазряды и система данных система поясов то это показать если же у него есть что-нибудь одно только то это не очень хороший показатель для направлений таких как ну традиционных направлений таких как например карате почему потому что если у него есть только пояса но нет разрядов это говорит о том что он скорее всего не участвовал в соревнованиях таковых его и опыт его разнообразных самих поединков разнообразных сам соревнований крайне мал сам соперничество самыми разными людьми чрезвычайно мало то есть внутри клуба он конечно может биться сколько хочет но там это клубные они друг друга знают и друг друга понимают с полуслова даже если у них есть какая-то конкуренция они работают в одной системе они представляют друг друга как облуплено почему так трудно предположим каратисту драться с боксером или кик боксером и тай боксером и так легко с каратистом условно говоря потому что в рамках одной боевой системы есть реальные представления о возможностях оппонента ты всю жизнь сами тренируешься со спальниками партнером которая работает примерно так же как и ты ну то есть та же техника у него даже стратегия тактика примерно определяемая стилем и с другим работать очень сами трудно вот здесь то же самое и происходит только как говорится меж клубная тема одного тренировал один сам тренера делая над упор на один аспект другого другой тренер потом есть индивидуальность еще какие-то свои наработки и в итоге получается что с чужими работать всегда неудобнее а значит более сложно поэтому спортивные обязательно нужно если его нету это говорит о том что человек оворился в собственном соку и у него конечно регалии все эти не очень хорошо подтверждаются реальной бойцовской практикой пусть даже на уровне соревнований вот таким вот образом да вот значит возьмем другую тему наоборот у человека хорошие спортивные самки достижения то есть у него есть разряды там мастер спорта но имеет низкие разряды в плане данных данных поясов и такое прочее о чем это говорит это говорит о том что человек занимается исключительно внешне физической составляющей вот какого-то направления ну и здесь бы я конечно поспорил бы с этой сентенции которую сам выдвинул потому что человек может реально заниматься артов киллинг очень серьезно то есть заниматься боевым искусством чрезвычайно сами серьезно и не гнаться абсолютно за каким-то поясами и высокими разрядами вот у меня тут самого была такая вещь у меня очень долгие годы был второй данный мне было по барабану совершенно потому что я вывел здесь на мою концепцию что у меня черный пояс есть и чернее он уже не будет и поэтому мне по барабану вот но на самом деле если человек в каком-то конкретном направлении собирается сми прогрессировать у меня то вы видите что получилось что я работаю в разных направлениях как работает в одном направлении и себя считает специалистом каком-то боевом искусстве в нем постоянно развивается не вот и у него есть одни только разряды спортивные но нету разрядов датистанционных это говорит о том что он где-то что-то недорабатывает в плане ментальном в плане понимания глубины ну так искусство боевого то есть абсолютно утрачена вторая составляющая то есть духовные ментальные и так далее все это просто боец трачун словно говоря который побиться любит но не факт как я это сказал некоторые занимаются очень серьезно боевыми искусствами просто занимаются разные были но с кустами и у нас как участвуют в соревнованиях по самым-самым разным видом боевых искусств они могут побиться и в муай-тай могут выступить в кикбоксинге могут посоревноваться в кикушине и так далее и даже в бесконтактном карате и в чем угодно в мм и такие тоже люди есть и занимаются они очень серьезно из с головой у них тоже все в порядке вполне вот так что на самом деле видите я даже пришел к такому выводу по процессе вот этого но рассуждения что спортивные разряды зачастую больше значит чем те которые получены вот эти стационарные конечно аттестационные разряды приятны если они заслужен но вот когда начинаются эти подарки когда данные и пояса раздают вот это конечно тему дискредитирует если бы этого не раздавали и было бы все нормально то конечно было бы классно если бы действительно так аттестации были настолько серьезно что ну то есть не было почетных данных почетных поясов было бы понятно что человек который имеет соответствующий разряд он обязательно прошел определенный набор испытаний причем на самом высоком уровне как предположим но не может быть почетно украпанная берета я не знаю как можно получить этот почетный краповый берет это это плевок в лицо будет всем тем кто прошел горнила скажем так испытаний чтобы чтобы заслужить его так вот так и с поясами должно быть но я говорю что не могу критиковать грант мастеров и сенсей и патриархов стиле которые по каким-то причинам может вынуждена может желают мы преследуют какие-то цели когда дают вот такие почетные пояса ну вот друзья то что я хотел по этому поводу сказать я в общем то высказал а вы что думаете я сначала когда начал записывать это видео я думал что я наверное на youtube не буду выкладывать потому что вначале в самом прелюдия была там по поводу машин поговорили по поводу чего-то еще а закончился вот такой вот серьезной темой все поэтому я наверное может отчекрыжу там какой-то кусочек видео вступительный и вот эта вот часть про пояса я все-таки наверно выложу на youtube можно будет посмотреть это в записи на моем канале live channel но пока собственно говоря все спасибо всем за внимание в течение буквально 40 секунд жду вопросы а долой долой но как сказать пропаивает по поводу толстопузов то если толстопуз это некое такое аллегорическое сравнение такое понятие то да учитывая тот факт что еще несколько лет назад я сам был толстопузом я весил 105 килограмм на что в принципе абсолютно не мешало мне заниматься очень над эффективно а боевыми искусствами просто мне было по барабану что у меня вот именно пузо толстый и все но сейчас у меня кубики пресса а тогда вот было пузо толстый я занимался я знаю многих сэнсеев или вспомните хотя бы такого сэнсея как сэнсэй козы например да такие на вспомните там нато яму по последние годы жизни они все были толстопузы но это не мешало им до последних лет сохранять активность и свое это мастерство но так вот им если мы имеем ввиду толстопузов это которые кроме толстого пуза не но имеют никакого это мастерства вот тогда согласен с вами полностью потому что боевые искусства не всегда подразумевают атлетичность может быть человек и не так атлетичен и быть прекрасным мастером боевых искусств но конечно лучше когда все хорошо все гармонично потому что боевые искусства это только один из разделов нашей жизни а совершенствоваться можно во всех аспектах и красивое здоровое тело если оно не создано с помощью химозины и нудрозратных методов это всегда показатель здоровья вспомните да сам собаку на сене произведения дарло пдв да там за рикардо когда делается комплимент диане правда для женщины говорит задвигает что-то подобную такую речь я по памяти сейчас буду точно может быть и не вспомню вы так прекрасно